Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей и добро пожаловать в новый выпуск на нашем канале. И сегодня вас ждет Blue Origin, которая испытала ракету New Shepard и капсулу для туристов. Virgin Orbit впервые доставила спутники на орбиту гибридным способом. Meta Cycle – первый недорогой электробайк для города и хайвея. Также я представлю вам солнечный катамаран-амфибия, который может двигаться по воде и по песку. И напоследок, Altwog создала компьютерный стол, за которым можно работать лежа. Обо всем этом поговорим сегодня в нашем выпуске, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Ракета New Shepard успешно завершила 14-й полет, поднявшись с космодрома в Техасе по баллистической траектории с обновленной капсулой. Пилотировал аппарат манекен по имени Anakin Skywalker. По словам представителей компании, испытания вплотную приблизили Blue Origin к полетам с астронавтами на борту. Пассажирская капсула отделилась от носителя примерно через 2,5 минуты, достигла высоты 107 километров над уровнем моря и скорости 3609 километров в час, а затем приземлилась, раскрыв парашют через 10 минут 15 секунд после старта. Сама ракета села на край взлетной площадки за несколько минут до этого. Этот полет стал первым и для капсулы, и для ракеты-носителя. Инженеры компании модифицировали капсулу, добавив новое оборудование для жизнеобеспечения пассажиров. Шесть кресел, систему связи с ЦУП, дисплей, систему контроля окружающей среды для удаления углекислого газа и регуляторы температуры и влажности, а также регуляторы предотвращения запотевания иллюминаторов. В отличие от ряда предшествующих полетов в New Shepard, на этот раз на борту не было научного оборудования. Главной задачей испытаний была проверка работоспособности носителя и двигателя B-3PM на жидком водороде и кислороде. Компания намерена использовать этот аппарат для будущих пилотируемых миссий. Но когда именно состоится первый полет New Shepard с астронавтами на борту, пока неизвестно. В феврале 2019 года глава Blue Origin Джефф Безос говорил, что пилотируемые полеты начнутся в конце года, но уже в октябре заявил, что сроки придется сдвинуть. В прошлом году New Shepard совершила единственный полет, доложив о достижении сразу трех целей. Повторно использовала ту же ракету-носитель в рекордный седьмой раз, впервые подняла к границе космоса 38 полезных грузов для серии экспериментов и испытала оборудование, которое будет применяться при посадках на Луну. Компания Ричарда Брэнсона Virgin Obit впервые успешно доставила на орбиту спутники при помощи самолета Boeing 747 и ракеты-носителя Launcher One. Модифицированный Boeing 747 под названием Cosmic Girl взлетел с базы в пустыне Мохаве и взял курс на Тихий океан. Через 40 минут после взлета он сбросил ракету Launcher One, которая была закреплена снизу самолета. Ракета запустила собственные двигатели и разогналась до максимальной скорости. Спустя 9 минут ступень главного двигателя отделилась, а ракета успешно вышла на орбиту. Таким образом, в космос было доставлено 10 небольших спутников НАСА. В настоящее время рынок космических доставок растет, так как многие компании желают иметь на орбите собственные спутники. Уникальность способа Virgin Obit заключается в том, что для доставки груза на орбиту нет необходимости в космодроме. Запуски можно производить с обычных взлетно-посадочных полос. По мнению Ричарда Брэнсона, успешный запуск Launcher One откроет ворота в космос для нового поколения новаторов. Вторая компания Брэнсона под названием Virgin Galactic планирует предоставлять услуги космического туризма. Американский производитель электровелосипедов Сондерс представил демократичный электрический мотоцикл с мотором-колесом мощностью до 14,5 кВт и аккумулятором которого должно хватить на 130 км. Новой моделью компания рассчитывает привлечь внимание не мотогонщиков или коллекционеров, а тех, кому нужно быстро и без хлопот добраться от дома до работы. Цена мотоцикла всего 5 тысяч долларов. Конструкторы компании разработали MetaCycle с чистого листа, руководствуясь лозунгом «Электротранспорт для каждого». Другими словами, этот мотоцикл должен быть доступным, удобным и чистым. «Мы создаем байки не для гонщиков, энтузиастов или тех, кому хочется поставить в гараж третью или четвертую игрушку», заявил основатель компании Storm Saunders. «Это привлекательное, простое решение для реальных людей, которым нравится выезжать на дорогу каждый день». Мотоцикл с мотором-колесом номинальной мощностью 8 кВт и пиковой 14,5 кВт развивает максимальную скорость 130 км в час, хотя в городских условиях вряд ли будет разгоняться выше 50 км в час. Съемной батареи на 4000 ватт-часов должно хватить на 130 км. MetaCycle не спутаешь с обычным мотоциклом. В его алюминиевой раме на месте бензобака отверстие. Масса электробайка 91 кг. Что касается инновационных функций, дисплеев и умных систем, то от всего этого дизайнеры отказались в угоду доступности. Разве что на месте бензобака есть отсек для хранения и зарядки смартфона. Зато MetaCycle можно купить за 5000 долларов. Это в 6 раз дешевле, чем Harley-Davidson Lifefire. Предзаказ на электромотоцикл уже открыт. Поставки должны стартовать в октябре этого года. Итальянские дизайнеры из фирмы Lazzarini представили дизайн первого в мире Крабмарана на солнечной энергии. Супер яхта Амфибия Пагурус изначально была разработана для нужд военных, но теперь ее может купить любой желающий. Готовы выложить за нее 24 миллиона евро. Как объяснили разработчики, название Пагурус по латински Краб было выбрано не случайно. Пагурус наш третий проект, вдохновленный Крабом, что проявляется не только в формах Катамарана, но и в его функциях. В том факте, что он способен двигаться по песку как Краб. Рассказали представители компании. Супер яхта длиной 25 метров может вмещать до 8 пассажиров и 4 членов экипажа. В ней три спальни плюс кают компания, камбус и санузлы. Пагурус построен на двух стальных корпусах, каждый из которых может быть модифицирован под потребности заказчика. Обе части соединены стальным мостиком и палубой. Вдобавок центральная часть яхты оснащена платформой с краном, соединенной с четырьмя электрическими лебедками. С его помощью можно взять на борт тяжелый груз, например, внедорожник. При желании, платформу можно трансформировать в зону отдыха под открытым небом. Пагурус оборудован двухвинтовым мотором. Соединен он с двойным дизельным двигателем на 890 л.с., который обеспечивает максимальную скорость в 24 узла. Это 44 км в час. Два остальных цилиндрических винта длиной 6,5 метров и диаметром 1,2 метра расположены в подводной части катамарана. Вращающиеся цилиндры подключены к трансмиссии и вырабатывают энергию, поступающую в аккумуляторы во время плавания. С их помощью судно может двигаться в воде со скоростью до 5 узлов. Также Пагурус может быть оснащен солнечными панелями на горизонтальных поверхностях, подключенными к 6 аккумуляторам с емкостью 40 кВт-часов каждый. В электрорежиме они обеспечивают скорость в 4 узла. Когда яхта достигает берега, цилиндры опускаются примерно на 60 см, превращая катамаран в амфибию, способную двигаться по песку или илу с максимальной скоростью 35 км в час. Для защиты корпуса на суше у катамарана имеется стальной бампер. Начальная цена Пагурус 6 580 000 евро. Для карбоновой версии с двойным мотором. Амфибия с полным функционалом обойдется в 24 миллиона евро. Стартап Элтвок представил на выставке CES 2021 регулируемый каркасный компьютерный стол Signature Элтвок Стейшн стоимостью 7650 долларов. Основная цель разработчиков – избавить пользователей от дискомфорта бесконечного сидения или стояния и нагрузки на позвоночник, что поможет им сосредоточиться на работе. Идея проста. Если раньше рабочие пространства создавались вокруг компьютеров, то теперь они должны находиться вокруг работников. Поэтому Signature Элтвок Стейшн полностью адаптирован к потребностям пользователя. Работник по желанию может менять положение тела – от обычного сидячего до полулежащего и даже горизонтального, что стало возможным благодаря шести подвижным сегментам, которые регулируются с помощью встроенных электроприводов. Независимо от положения пользователя, мышь, клавиатура и другие периферийные устройства не упадут на пол, поскольку их удерживает магнитная столешница. А для тех, кто пользуется ноутбуком или планшетом, предусмотрена поворотная панель. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я по традиции рекомендую вам подписаться на этот канал, обязательно поставить лайк под этим выпуском, нажать колокольчик и написать комментарий внизу. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Я желаю вам отличного настроения, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok